Ко мне пришел один работник Федеральной миграционной службы и на своем языке сказал, что мигранты потеряли страх перед русским человеком. Он совершенно точно это видит, чувствует, ощущает, и он этого боится. То есть, вы знаете, переход количества в качество никто не отменял. Когда количество мигрантов дает новые качества, то могут возникать очень серьезные проблемы для государства. Поэтому разумная миграционная политика нужна. Это не означает, что мы должны сейчас пачками начинать выселять правых и виноватых, но то, что мы должны совершенно четко не навязывать, а требовать исполнение российского законодательства. То, что мы должны адаптировать мигрантов к нашей культуре, к нашему языку, к нашему образованию и так далее, это совершенно важно. Если мы этого не сделаем, выйдут люди на улицу и скажут, мы хотим устанавливать свои порядки. В вашей стране мы будем устанавливать свои порядки. Это уже происходит во Франции. Я напомню любителям истории, что когда-то это также произошло с маврами в Испании. Там, правда, были более сложные причины, но тем не менее, приток так называемых мавров в Испанию породил серьезнейшую миграционную проблему еще тогда, в Средние века. Эта проблема существует. И здесь очень важна взвешенная, очень четкая и очень понятная и ясная политика государства. У нас до сих пор непонятно, сколько у нас мигрантов. От 4 до 10 миллионов, вы знаете, это только в плохом хозяйстве так считают. Сколько у тебя уродилось картошки на гектаре? А, то ли 100 центнеров, то ли 400. Но, извините, кто же такую государственную политику может проводить в отношении миграции? То есть это полный провал миграционной политики. Это совершенно четкое понимание, что эта политика вся подвержена коррупционным рискам и факторам. На самом деле все мигранты у нас учтены. Я вот открыто заявляю, что у нас все мигранты поштучно, поголовно учтены. И я даже скажу, кем? Сотрудниками МВД, участковыми, различными инспекциями, там санитарные и прочие, и прочие, и всякими торговыми. Потому что они поголовно, поштучно с каждого собирают дань и откат, взятку. Каждый мигрант каждый месяц платит взятку. Где 200 рублей, где 500, а где 5 тысяч. И они все учтены. Попробуй, не дай. Тут же столкнешься со всей мощью российского закона, со всей мощью российской государственной системы. Но так как наша государственная система легко продается и покупается, естественно, ее можно купить и проводить любую миграционную политику, вне зависимости от того, какие там законы принимает Дума, какие указы пишет президент, сколько там кто хлопает по столу кулаком или топает ногами. Чиновники и контролеры будут брать свои взятки. Они заинтересованы, чтобы как можно больше было бардака, как можно больше было бы неучтенки, как можно больше было бы вот этой мутной воды, в которой ловится очень неплохая, очень крупная рыба. Поэтому на самом деле все пробелы в миграционной политике России называются одним словом – коррупция. Вот поэтому мы и не знаем. То ли у нас 4 миллиона, то ли 10. Вроде взятки собираем с 10, а считаем 4. Ну выгодно 6 миллионов по 500 рублей даже в день, вернее в месяц – очень неплохой навар для тех, кто контролирует и регулирует эту ситуацию.